Открывая заседание, старший помощник прокурора Радмир Баташев отметил, что в текущем году проверками были охвачены республиканские подразделения федеральных органов исполнительной власти, органы государственной власти, местного самоуправления, различные ведомства и учреждения. Коррупционные процессы были выявлены в текущем году в бюджетной сфере государственной муниципальной службы, предоставления государственных муниципальных услуг, распоряжения государственной муниципальной собственности. Всего за пять месяцев текущего года органами прокуратуры выявлено свыше 1500 нарушений антикоррупционного законодательства. В целях устранения и недопущения впредь внесено около 500 актов прокурорского реагирования. Как отметил помощник прокурора, типичное нарушение предоставления государственными и муниципальными служащими ложных сведений о своих доходах и имуществе. Также в этом году органами прокуратуры были выявлены неурегулированные конфликты интересов на государственной службе. Также в ходе проверок у нас выявлялись факты непринятия мер по недопущению возможности возникновения конфликта интересов. Это когда в одном министерстве практически близкие родственники находились в прямом подчинении. Установлен факт, когда один из чиновников фактически курировал, один из чиновников министерства курировал предпринимательскую деятельность своего близкого родственника. При том, что в обязанности данного должностного лица как представителя министерства входило, он должен контролировать целевое использование выданных данному лицу грантов субсидии. По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется четыре уголовных дела коррупционной направленности. С начала года всеми правоохранительными органами выявлено 114 преступлений. 30 из них по фактам взяточничества. В настоящее время принимаются меры, направленные на возмещение причиненного государству ущербом. На круглом столе было отмечено, что в борьбу с такой глобальной проблемой, как коррупция, необходимо активное вовлечение общественности. Мы сегодня хотели бы призвать, прежде всего, как от имени Народного фронта и общественности, граждан все-таки более активно включаться в работу, в том числе антикоррупционную работу. Через органы прокуратуры, через Народный фронт, через другие общественные структуры. В каждом органе государственной власти есть горячие линии, где фиксируются те или иные нарушения. Именно горячие линии, посвященные антикоррупционной деятельности. Сегодня все-таки без обращений граждан, без такой активной гражданской позиции, ничего, все-таки мы не переломим глобально эту ситуацию. Участники заседания отметили, что принимаемые по борьбе с коррупцией меры, безусловно, эффективны, но этим занимаются лишь властные структуры, тогда как простые граждане не принимают в этой борьбе должного участия. Все приветствуют задержание высокопоставленных чиновников, но зачастую этим молчаливым одобрением все и ограничивается. Искоренить коррупцию возможно только при взаимодействии государства и граждан, которые должны своевременно сообщать о нарушениях закона. На заседании подчеркнули, ни одно обращение не останется без внимания. Будут приняты конкретные меры, а виновные наказаны. Мария Клокова, Рамазан Токов. Итоги недели.